С добрым утром, друзья! У нас дождь. Такой, знаете ли, долгоиграющий, я бы сказала. А поскольку я не люблю жары, то меня лично это радует. Я вчера сняла видео на тему трёх букв. И меня, как бы, посетила ещё одна размышлялка о лишних вещах. И я хочу её озвучить. Я быстренько вчера набросала, вот так вот, знаете ли, чтобы не забыть, что я хотела сказать. Потому что, когда на тебя находит какая-то размышлялка, её надо записывать, иначе уйдёт. И я вам её сейчас хочу прочитать, пересказать. В общем, давайте поговорим. Итак, размышлялка о лишних вещах. А сегодня у нас, друзья, уже, если я не ошибаюсь, 5 августа. Я знаю, что сегодня воскресенье. А вот у меня как-то то числа путаются, то дни недели путаются. Я как-то их не могу совместить. В общем, воскресенье. Наверное, 5 августа. А может быть, 4. Не знаю. Потом посмотрим, да? В общем, поехали, поразмышляем по дождичек. Вот такой, друзья, прелест. Да что ж такое, надо кофейку? Друзья, сейчас мы с вами, пожалуй, глотнём по кофейку. Вот так вот, с дождичком получился кофеёк. И будем размышлять. Итак, размышлялка. Сколько нужно человеку вещей, да? Ну, на мой взгляд, немного. Ну, там, несколько чашечек, стаканчиков, ложечек, тарелочек. Чтобы хватило себе на каждый день. Ну, и вдруг кто-то придёт в гости. Чтобы тоже, как это, не ждали, пока чашка освободится или тарелка. Да. Ну, из одежды. Ну, тоже немного. Зимнее, летнее, межсезонье. Так, чтобы постирал. И тоже не надо было ждать, пока высохнет. Правильно? В общем-то, чем меньше одежды, посуды и всякого такого, как я люблю говорить, как говорил Сурыт Петрович Волохвастов. В общем, чем меньше одежды, посуды, тем меньше потребуется шкафчиков. Логично. Интерьер освободится от лишних вещей. Просторно. И это правильно, друзья. Но, многие из нас, ну, к числу этих многих отношусь, конечно же, и я. Многие из нас всё-таки покупают статуэтки, чашечки, магнитики, 125-е духи, косметику. Косметики вообще набираются килограммов по 5-10. Я уж молчу об украшениях. Ой. Ой, они тяжёлые. Они и из металла, и из камня натурального. О-о-о-о. Это много места, и вообще-то очень тяжело. Рассуждалка продолжается. Оплатиться. Кофточки. Сумочки. Ну, зачем человеку так много сумок, да? Вот мне иногда пишут. Вот, лучше бы, чем вместо много-многих сумок купила бы одну приличную. Да скучно мне ходить с одной приличной. Нет, я, конечно, полностью согласна. Должны быть приличные сумочки, но должны быть и развлекательные сумочки. Вот, во всяком случае, для таких, как я. Они меня развлекают. Ну, вот, покупаем всякую ерунду, да? Покупаем. Зачем так много? Вот моё мнение, да. Это нас, друзья, развлекает, таких, как я. Это нас развлекает. Это создаёт нам, любительницам всяких безделушек и лишних вещей. Та-дам! Лишние вещи. Это, кавычки, для лишних вещей. Для нас они вовсе не лишние. Хорошее настроение. Это нас радует. И вот по этой самой причине, друзья, я отказываюсь называть лишние вещи лишними вещами. Вот безделушки, да? Но они спасают от обыденности. А многие из них напоминают о прекрасных моментах прошлого. Вот у меня такая вазочка мамочкина на барасолке, да? Купила её, наверное, лет пять назад. Может, года четыре назад. Вот такая милая. С печатью даже. Вазочка. Сухарница. Она металлическая. Не знаю, из какого металла сделана, но такая очень лёгкая. Это не жесть, похоже на алюминий. Это шестидесятые, наверное. Ну, уж точно, не семидесятые. Шестидесятые – это как максимум. Вот. Показала вам вазочку. Если бы мне пришлось куда-то уезжать, я бы её непременно захватила с собой. Так она мне дорога. Потому что у нас была такая вазочка, когда мне было шесть, семь, восемь лет. Мамочка её выобразила. Как ненужный хлам. Как устаревшую вещь. А мне запомнились те годы. Вот как-то я уже говорила. Моя приятельница говорила, что есть места силы, а у меня есть время силы. Куда я мысленно в своих фантазиях возвращаюсь. Это вот какие-то вот те годы, когда мне было восемь, девять, десять лет. Как-то так. Дальше. Да, друзья. И я действительно отказываюсь называть лишние вещи лишними вещами. Ну, вот такой парадокс, да? Парадоксальный такой. Действительно, вот уносят наши мысли в мир, который находится за пределами нашей досягаемости. Мысленно, мысленно мы можем проникнуть куда угодно. А если уносит, значит спасает нас. Знаете от чего? Вы удивитесь. От греха. От великого греха, именуемого унынием. Да. Я недавно слушала кого-то из врачей. Я много слушаю. Подписана на многие каналы психологов. Я люблю это дело, покопаться в это. У меня, кстати, мамочка тоже очень любила это дело. Она медицину очень любила. Так вот, кто-то из врачей сказал, что если человек унывает, у него выделяется гормон. Ребята, то ли кортизол, то ли кортизон, я не помню. Я не помню, как он называется. Как-то так называется. Я забыла в гугле посмотреть просто. Который вредно влияет на вилочковую железу, уменьшая ее в размерах. Ну, если кто не знает, как я, например, не знаю, кортизол или кортизон. Если кто не знает, что такое вилочковая железа, почему мы должны все знать? Мы имеем право чего-то и не знать. Так вот, вилочковая железа, друзья, это генератор нашего иммунитета. Если вот этот то ли кортизол, то ли кортизон, который от уныния выделяется в кровь. Если он выделяется в кровь от уныния, то вследствие этого уменьшается вилочковая железа в размерах. И иммунитет, естественно, падает. Человек начинает часто болеть, подхватывает простуды. Вот, ну и все такое. Не обязательно простуды, по-разному. В общем, каждый болеет по-разному. Но начинает человек болеть. А это плохо. Ну вот, я к чему все это говорю? Я не призываю вас покупать всякую ерунду. Просто, ну знаете ли, старайтесь себя радовать. У кого-то это вот такие безделушки, как я покупаю. И многие блогеры покупают статуэтки, брошки, украшения, косметику, духи. О, духи, это вообще обожаю. В общем, это все, друзья, развлекает. А кого-то наоборот, развлекает пустота в квартире, простор. Это тоже, ну это супер, это классно. И мне тоже это очень нравится. Только у меня характер, например. Ну, знаете, мои любимые фотографии. Мой отец был классным фотографом. Мой родной отец, Валентин. Он был классным фотографом. И вот у меня есть несколько любимых фотографий. Я покажу буквально одну-две. Две, наверное. Ладно, смотрите. По кофейку. Так что, друзья, я что хочу сказать. Вот к чему вся эта рассуждалка. Радуйте себя тем, что вас радует. Как я уже только что сказала. Для кого-то это сумочки, для кого-то это духи, для кого-то это украшения, для кого-то это любимое хобби. Радуйте себя. И, как говорится, знаете ли, не судите, да не судим и будете. У каждого своя радость. Своя маленькая радость. А жизнь состоит из мелочи. Если у вас будет хорошее настроение, то вы никогда никому не испортите настроение. И, радуясь жизни, вы будете радовать окружающих и этим нести в мир добро и позитив. Всем хорошего настроения. Вот такая моя утренняя рассуждалка под дождичек. Всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok